Петр, я зову один. Зажигание! Поехали! Романтический, отлично, продолжаем полет! 27 августа 1957 года в советских газетах появилось коротенькое сообщение ТАСС. На днях в Советском Союзе впервые осуществлен запуск сверхдальней межконтинентальной многоступенчатой ракеты. Испытания прошли успешно. Преодолев столетий косность, мы покорили целину. И в целину другую космос. Взметнули новую Луну. Испытания ракеты прошли успешно, писали газеты. Они полностью подтвердили правильность расчетов и выбранной конструкции. Полет ракеты происходил на новой, до сих пор еще не достигнутой высоте. В августе 1957 года еще мало кто мог предположить, что звезды, которые веками манили человечество и казались достижимыми только в фантастических книжках, пусть на немного, но стали ближе. Мало кто мог предположить, что уже 4 октября этого же года на орбиту Земли будет выведен первый в мире искусственный спутник. Серебристый шар весом около 80 килограммов. Шар, который возвестит всему миру о наступлении новой эры, эры освоения космического пространства. Уже через месяц после успешного старта первого спутника в космос взлетел и второй весом более 500 килограммов, который нес на своем борту собаку Лайку. Это было первое разумное существо в космосе. Это была еще одна победа человеческого разума, которая стала возможной благодаря труду тех людей, которые умели не только мечтать, но и делать свои мечты реальностью. Благодаря труду и воле людей, умевших делать свои мечты реальностью, в мае 1958 года был осуществлен и запуск третьего спутника, который весил уже 1327 килограммов. С каждым днем космос становился все ближе к человеку и звал его, человека, к себе. Совсем скоро человек сделает этот первый шаг на пути к звездам. Не так давно я узнал, что моего отца назвали в честь Юрия Гагарина. И как-то я воспринял это как дополнительным знаком и понял, в принципе, почему я оказался в музее. Ну, в целом, до работы в музее, конечно, я владел общей информацией о том, что Юрий Гагарин был первым космонавтом, полетел он 12 апреля, знал, в принципе, всех первых космонавтов Советского Союза. Но когда я попал конкретно в Самару космическую, я узнал многое о нашем местном производстве. Я узнал о наших заводах, о том, что строят, что собирают на наших заводах, что делают. Вот это, наверное, самая важная информация. Я считаю, что это, на самом деле, очень важная информация, потому что, ну, честно могу сказать, до работы в музее я знал очень мало о том, что делается непосредственно в Самаре и что делается в Куйбышеве, если мы говорим о вкладе в космическую отрасль. Осенью 1957 года Сергей Павлович Королев направил в Совет Министров СССР подробную записку, в которой говорилось о развертывании в стране крупномасштабного ракетного производства. Уже в декабре этого же года состоялась встреча Королева с Хрущевым, на которой обсуждались вопросы, изложенные Королевым в записке. В итоге уже в январе 1958 года было принято закрытое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации серийного производства 8К-71 на государственном заводе номер один имени Сталина Куйбышевского Совета Народного Хозяйства. Завод номер один имени Сталина, он же почтовый ящик 208. В конце 50-х годов это была окраина Куйбышева. Но именно там, на окраине города, а точнее почти за его окраиной, с этого времени начнет превращаться в реальность мечта человека о космосе. В начале 1958 года в Куйбышеве на заводе номер один полным ходом шло производство самолетов. Но теперь, согласно постановлению правительства, уже в четвертом квартале того же 1958 года на этом заводе должны были изготовить не менее трех летных изделий 8К-71, не прекращая при этом выпуск самолета Ту-16. Тем же самым постановлением правительства предусматривалось, что двигатели к «семерке» будут выпускаться на другом куйбышевском предприятии, заводе номер 24. Таким образом, теперь не одно, а несколько куйбышевских предприятий работало в одном и том же космическом направлении. Мы дружим с ветеранами космической отрасли, которые работали на прогрессе. К нам периодически приезжают космонавты. Например, один из друзей музея – это космонавт Олег Каноненко. Он здесь очень часто бывает. А что касается того, что космос рукотворный, да, во-первых, он рукотворный на самом деле – это творение человека. А во-вторых, мы все зависим от космоса так или иначе. И у нас в экспозиции есть экспонаты, которые доказывают это. Например, у нас есть экспонат, при помощи которого посетители могут узнать непосредственно, как космос взаимосвязан с нашей повседневной жизнью. Мы звоним благодаря космосу и космическим технологиям. Если вдруг корабль, например, в море окажется в беде, его спасут при помощи космических технологий. Мы телевизор смотрим при помощи космоса и узнаем погоду также при помощи космоса. То есть действительно, космос, он рукотворенный. Он делает весомый вклад в нашу жизнь каждый день. В начале января 1958 года 39-летний начальник ОКБ-1 Дмитрий Ильич Козлов был приглашен на встречу с Сергеем Павловичем Королевым. На этой встрече ему сообщили, что он назначается заместителем главного конструктора и отправляется в Куйбышев, где будет работать на одном из предприятий ответственным представителем главного. А уже 28 февраля ответственный представитель главного вместе с группой из 20 специалистов впервые вступил на Куйбышевскую землю. На землю, с которой отныне будет связана вся его дальнейшая жизнь. Нет, тогда этот город совсем не был похож на будущую космическую столицу. Скорее, на заштатный поселок с кварталами деревянных домов дореволюционной постройки, несколько сталинок, которые стояли вдоль дороги, соединявшей центр города с безымянскими заводами, степь и редкие перелески. Но именно здесь, на безымянке, отныне день за днем будет строиться дорога в космос. Уже к маю 1958 года на заводе номер один развернулась полномасштабная реконструкция и несколько месяцев спустя были построены компрессорная станция, лабораторный корпус и другие важные объекты. Работая круглосуточно и без выходных, переселяясь, если нужно, в цеха, где можно было переночевать на раскладушках и подкрепиться бутербродами с колбасой и сыром в буфете, рабочие завода добились того, что уже в конце 1958 года на этом предприятии были собраны три ракеты Р-7. Я думаю, все-таки мы идем навстречу космосу. И сейчас планируются полеты на Марс. Мы об этом знаем. В принципе, эти полеты планировались на дальние планеты, планировались еще в советское время Королевым. Но я думаю, в будущем, конечно, мы будем ближе к космосу. И космический туризм, он актуален. И я думаю, в будущем будет все актуальнее. Поэтому мы и так достаточно приблизились к космосу за последние десятилетия. Я думаю, будем к нему приближаться и дальше. 30 декабря 1958 года из Куйбышева в специальных вагонах на полигон отправилась собранная в Куйбышеве первая ракета. Еще совсем недавно, в начале года, на Куйбышевском заводе номер один шел выпуск авиационной техники. Всего 10 месяцев спустя здесь была изготовлена ракета, которая будет штурмовать космические дали. Пуск ракеты был назначен на 17 февраля 1959 года. И осуществить его нужно было во что бы то ни стало. Несмотря ни на какие препятствия, которые, разумеется, тоже случались. И старт первой Куйбышевской ракеты произошел точно в назначенный срок. День в день и час в час. А всего в течение 1959 года с полигона Тюратам отправятся в космос семь ракет. Три из этих запусков окажутся удачными и получат всемирную известность. Оставался только год с небольшим до того дня, который войдет в историю человечества, как день первой встречи человека с космосом. Это был год напряженной и неутомимой работы. Год колоссальных нервных усилий и мечтаний о звездах. Год, которого еще никогда не было в истории человечества, которое готовилось отправиться навстречу космическому океану. С тех пор, как спутник из металла кругом обходит шар земной, никто не скажет, как бывало, ничто не ново под луной. С вами был Михаил Перепелкин.